здравствуйте уважаемые любители настольного тенниса здравствуйте сегодня у нас на обзоре накладка доктора нюбаумера новая торнадо supreme что переводится английского как наивысший самый главный то есть доктор нюбаумер хочет сказать что это самая продвинутая самая главная самая важная версия в серии торнадо действительно вы знаете есть различные виды торнадо 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 экстрим и вот выходит торнадо супра тут серии мне кажется у доктор него учитывая его национальность и германские корни вот ему как и в автомобилях надоело вот это засилье японских шипов все мы прекрасно знаем там ними это с не так куда которая там викто сами многие играют различными видами ясака с версией шипов там фальт и вот он решил такой как бы ответный удар ответный код и все ребят давайте делаем он сказал своим разработчикам добавляйте больше насечек на шипы делайте там пошире делайте более мощнее лубку давайте создадим какого-нибудь шипованного такую накладку монстра которая можно делать агрессию и мощь что же давайте посмотрим как это удалось реализовать можно ли действительно сделать плотный туп спин удар по подрезке этими шипами так сильно ли они крутят мяч вот ну и потом через время мы посмотрим блоки и контрудар начнем мы сразу же сначала по подрезке на чем тестируем и какие версии я поставил одной из своих любимых оснований cypress carbon high technology от доктора не бавара и черная версия у нас максимальной толщине это порядка два и два миллиметра и красная толщине 1 и 5 как раз я вам расскажу ощущения которые бывают при этих угла удалось ли доктору не бавара создать накладку которая способна начинать также мощно быстро как гладкие накладки я считаю безусловно что удалось к этому требуется определенная техника поэтому тех кто технически обладает топ спинами ваттами я думаю при определенной тренировке небольшой смогут и этими шипами делать тут спин это основание cypress carbon 1 основе пальцы поэтому при выполнении топ спина иногда можно даже делать этот короткий удар можно все удар на технике выполнять этим основания но удавалось где-то закрутить даже слева там боковые делать топсы справа там с правым винтом отличие в губках 2 и 2 ну конечно 2 и 2 по побыстрее это и так понятно здесь все классические но и 1 и 5 мячники плотно потому что так как рука небольшая мяч на ней чуточку задерживается ну такой эффект и можно вложиться ударить причем удары со стола такие короткие удары очень резкие хорошо получается и кто вооружен таким плоским ударом вы получите настоящее наслаждение при игре этими шипами но сейчас конечно мы попробуем поблоковать немножко потому что переводите и контр-удары этими шпами под топсом самое основное то что используют игроки во всем мире комфортно ли было плотовать контр и играть что если у вас не такая надежная контр-игра в принципе но вроде бы неплохо да получилось отлично сергей все достоинства быстрых коротких шипов здесь удалось реализовать доктору то есть со стола по восходящему вперед очень удобно переводить прям чувствуешь мячку я безусловно очень много и как бы играл накладками 1 5 18 и мне очень комфортно и поэтому 1 и 5 трагически мало ошибался 2 и 2 максималочка надо все-таки мяч не так долго на ней находится и нужно определенная техника что он уж слишком как базука идет все есть есть и контратаки и можно сыграть мягко можно ударить вот очень очень интересное изобретение я хотел тебя спросить нам на мой взгляд никакого знаешь и противности виляния не было от блоков как как-то я поставлял очень похоже мне кажется у нас был рулент да где мы пытались объяснить феномен фалька как он вышел в финал что тренера и в этом ролике мы обозревали ошибок раз ясака и очень похоже мне кажется найти что крайне с моей стороны как не по ним то есть достаточно летит быстро летит с хорошим вращением плотно без вот этих эффектов которые присущи более длинным средним шипам да сейчас попробуем розыгрыш но я хочу сказать что с твоей стороны ясака но с моей по ощущениям не похоже не на ясаку знаешь там другая рубка по-другому она летит более мягче здесь по жестче но совсем другие ощущения подведем итоги удалось ли доктору не могу создать такую по-настоящему ультимативную супер накладку шипы для настоящих агрессивных современных игроков которые предпочитают играть коротку ты знаешь сергей доктор очень много накладок таких как полутонах ну то есть с небольшим сцепом который позволяет создавать ныряющий мяч необычные начала такие какие-то скажем так контратаки которые не поддаются законы физики а здесь же все все есть цепь можно подавать вниз оставлять коротко мы играли розыгрыш я помнишь разочек срезал ты раз в сетку сыграл ну то есть пошли вот эти от коротких шипов с хорошим сцепом пошли такие вот набор очков за счет вращения что еще отмечу начала по подрезке можно мощно в то же время можно варьировать траекторию вот я с паузой медленно по низкой траектории по прямой начинал тоже думаю неприятно мяч начать как быть с небольшим вращением тяжело контр-атаковать все это позволяет безусловно вся градация выбор ну то есть можно там основание губка 2 и 2 на этих шипах поставить губку 18 на основании овну то есть очень большой большие вариации можно создать вот и быстрые блоки любит лаковать все это позволяет на наклад накатами конечно можно накатывать по всему да и по подрезке и потом спинам разводить соперника вот эти всякие кими-то углами тоже если вы розыгрыш видели я там переводил на истость без особой проблем поэтому как бы снимаю шляпу перед доктором но молодец создал действительно уникальный продукт стоящий своих денег я печать получается он сделан быстро атакующий шипы но со своим таким да со своим таким колоритом вот за своим со своими нюансами и разработками и это интересно знаешь я говорю не похоже на сколько я попробовал коротких быстрых играл сам в таком порой периодами в активном стиле здесь все-таки они с душой такой с душой не баба на этом все до новых встреч любите и исследуйте теннис мы надеемся что новое всегда можно найти на каждой тренировке до новых встреч увидимся и и и